Доброе утро, дорогие друзья. Итак, у нас сегодня среда, недельная глава Баэт-Ханан. Давайте поговорим об очень интересной вещи. Сначала короткая история. Однажды перед Йом-Кипуром Раф Залман из Вильнюса стал свидетелем того, как один человек просил у другого прощения за то, что плохо говорил о нем, злословил. И тот ему отвечает, по закону я не обязан тебя прощать своими словами, ты нанес мне большой вред. И тогда Раф Залман говорит, слушайте, я только сейчас понял слова мудрецов Талмуда. Иерусалим был разрушен только из-за того, что люди поступали по всей строгости закона, а не по снисхождению. Это трактат Баба Мецея. На первый взгляд пророки там писали много, почему? Из-за ненависти, из-за того, из-за того. Было много причин разрушения храма. Однако все время, пока люди прощали друг друга, и Бог прощал им все грехи, когда люди перестали проявлять нисходительность и начали поступать по отношению друг к другу по строгости закона, вот положено так. Всевышний наказал их по всей строгости закона. Это происходит в жизни каждого из нас. Если мы оцениваем других людей и отвечаем им только по строгости, то к нам относятся строго. Если мы всех прощаемся, мы не обращаем внимание на обиды, то с нами также небо поступает. Талмуд рассказывает, что однажды рабочие по неосторожности разбили кувшин с вином, принадлежащих рабе Бар-Рхане. Тот забрал у них одежду, как возмещение ущерба и ждал, когда они возмещат ущерб. Они пошли к Раву, и тот сказал, верни им одежду. Спрашивает пострадавший Бар-Рханна, разве такой закон? Он говорит, да. Как такой закон? Написано, чтобы ты ходил путем добрых. Понимаете, то есть великий мудрец Рав сказал ему, что ты смотришь на эти буквы, ты посмотри на совершенно другое. Кстати, там дальше еще продолжается очень интересный вопрос, что рабочие сказали, слушай, что мы хоть и разбили все, но у нас нет заработка за целый день, наши голодные семьи. И он говорит, отдай им заработок. Он говорит, разве такой закон? Да. Да, такой закон. Такой закон написано, чтобы ты держался стези праведников. И опять же, смотрите, если строгая такая, какая-то подход, он говорит иначе. Но мы-то должны видеть мир с точки зрения добра, уметь прощать основа существования между народами, между семьями, между мирами вообще в мире. Мы уже говорили о том, что, например, в семейной жизни без прощения этого не может быть. Эмоциональная должна быть связь между супругами. Для чего? Пишут. Потому что эмоциональная связь помогает уметь прощать. При всем том, что в любой семье люди совершают ошибки, делают вещи какие-то неприятные в глазах супруга, не говоря уже там, потому что люди, мировоззрение разное, мировосприятие. То они могут раздражать, могут быть, но в каждой семье должен быть инструмент прощения. Внутри каждого человека должно быть встроено что-то такое, чтобы помогать прощать. Единственное, что можем сделать на земле, это попытаться быть добрыми и просить Бога не отдаляться от нас. Потому что, когда человек недобрый, когда он как бы все реагирует зло, может даже и по закону, Бог отдаляется от него. Бог говорит, я это добро, если нет тебя, то у тебя нет добра, я далеко отхожу от тебя. Еще одно прекрасное преимущество человеческой доброты, это от доброго человека молитва доходит быстрее. Если ты добр в этот день, молитва-то идет быстрее. Написано, что лучшие молитвы способствуют проявлению милости и доброты с нашей стороны по отношению к кому-то. Вот обратите внимание, что даже монетку бросаем для чего? Чтобы вызвать милосердие. Всевышний относится к нам по принципу мера за меру. Какой мерой мы мерим, такой же мерой небо отмеряет нам. Еще одну вещь надо понять. В этом мире, делая что-то хорошее, мы никогда не делаем одолжение Творцу. На самом деле, то, что мы делаем для других, мы реально делаем для себя. Когда мы отдаем свое время, силы, деньги другому, то это мы даем самим себе, потому что больше всех от доброты выигрывает сам человек. Когда человек добрый, он безусловно выигрывает и никогда не проиграет, хотя иногда это кажется. Именно поэтому, если вы делаете какое-то доброе дело, никогда не ждите, что окружающие это оценят. Что они начнут восхищаться, рассказывать, не нужно никакой благодарности. Вы должны просто надеяться на то, что оценит ваш поступок небо, а земля, земля, она и есть земля. Сейте добро, и будет совершенно другая жизнь. Брахаве от слаха.